Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Корах, понедельник. И несколько слов о молитве. Дело в том, что надо обязательно задуматься о том невероятном оружии, если вы хотите, которое дал нам в руки Бог. Это молитва. Человек, который умеет молиться, он может все. Нужно задуматься о силе молитвы, потому что в этой недельной главе Маше просил Бога не принимать молитвы буддовщиков. Маше-рабей, который заступался столько раз за тех, кто поднимали свой голос, или еще хуже, тем не менее, в этот раз говорит, не принимая их молитвы. Не будем говорить почему, спросим зачем. Он понимал, Маше, наверное, больше всех понимал силу, великую силу даже самого грешника, который молится. Человек, который убил другого в те времена случайно, он ссылался в город-убежище. И там находился до смерти первосвященника. Конечно, люди могли молиться о смерти первосвященника побыстрее, чтобы вернуться домой. Такое могло быть. Поэтому мать первосвященника объезжала все эти города и привозила этим людям очень вкусную еду, чтобы люди не страдали так, и чтобы молитва не была с такой силой. Вот как люди понимали суть этой молитвы. Талмуд определяет человека как существо молящееся. Будучи создан по образу и подобию Всевышнего, человек наделен божественной душой. Кто помнит, Бог вдохнул в него душу живую. И благодаря этому обрел уникальную способность обращаться с молитвой к Создателю и вступать с ним в личный контакт. Ни у кого такого больше нет. Вопреки вот этому обычному мнению, молитва это не способ выключить то, что нам кажется необходимым в тот или иной момент жизни. Это скорее инструмент, который устраняет нашу отчужденность от духовности и приближающий нас к Богу. Вот главное, что в молитве. Есть немало людей, которые молятся таким образом. Дай мне, пошли мне, сделай для меня. Вся ткань пронизанных молитвы состоит из слова «Я», «Мое», «Мне». В то время как в действительности молитва это такой момент, когда, забывая о себе и своих желаниях, это миг, когда надо сосредоточиться на контакте. Если мы научились правильно ставить ударение там, где нужно, молитвы наши были приняты куда быстрее. Человек не должен относиться к молитве как к тяжелому труду или грузу, точнее грузу, которую необходимо перенести и побыстрее от него избавиться. Молитва это совсем другое. Нужно чувствовать себя, написали наши мудрецы, рабом и помнить, какими рабами были, которые умоляют своего господина и просят у него то, чем раб нуждается. Может быть, он услышит его молитву. Необходима молитва Творцу. Если бы, например, человеку предложили провести час беседы с богатейшим человеком мира и дали ему шанс попросить у него все, что угодно. Разве задумывался бы он хоть минуту? Нет, конечно. Если бы человека пригласили главному министру по строительству, чтобы решить его важелищные проблемы, неужели он поленился бы и не пошел? Самый крупный эксперт в мире по воспитанию детей, который даст единственно верный совет, лучший психиатр, который может справиться с любым расстройством. Творец это и доктор, и миллионер, и министр строительства, и воспитатель, и семейный консультант, психолог. Это все Всевышний, потому что только благодаря обращению к нему мы можем решить эти проблемы. Научиться молиться можно только молясь или пытаясь молиться. Другого пути нет. Поэтому надо пытаться, надо пробовать. Да тяжело, да, сложно, но надо пробовать. Молитва в первую очередь нужна для того, чтобы раскрыть в нас те духовные силы, которые в нас есть. В мире грядущем, написано в Кабале, никто не упрекнет нас в том, что мы не достигли уровня великих мудрецов, что мы не стали машеробейнами, праведниками, нобелевскими лауреатами, чемпионами мира по шашкам, но за то, что мы не использовали заложенный в нас потенциал детей Всевышнего, не реализовали до конца свои способности быть настоящим человеком, обращаться к Богу с молитвой, не дали пробиться вот этому ростку скрытых духовных сил, вот за это нам придется отвечать во всей строгости. Поэтому лучше сегодня учиться молиться и обращаться к тому, кто может решить все наши проблемы. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.